МИХЕЕНКОВ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ Писатель-прозаик, журналист, историк. Занимается устной историей, краеведческими исследованиями, военной историей. Автор 50 книг-прозы, военной документалистики. Биограф маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Ивана Конева, Константина Рокоссовского и певицы Лидии Руслановой. Лауреат литературных всесоюзных и всероссийских премий имени Николая Островского, Леонида Леонова, Валентина Пикуля, литературной премии «Сталинград», «Прохоровское поле», лауреат национальной литературной премии «Лучшие книги и издательство-2017» в номинации «История». Здравствуйте, дорогие мои. Тема сегодняшней моей лекции – «Московская битва», или, как ее в истории еще называют, «битва за Москву». Мы наследники Великой Победы. Но если наследники, то значит, мы получили некое наследство. А наследство мы получили. Величайший подвиг, очень высокую победу. Победу, оплаченную каждой семьей. Чем семьи оплачивали эту победу? И материальным, но самое высокое. Это жизнями своих сородичей, родни. Потому что каждая семья потеряла своих отцов, дедов, братьев, сыновей. А если не потеряла, есть и такие семьи, где потерь не было, то их родственники вернулись инвалидами, коллегами. И жизнь их изменилась не всегда не в лучшую сторону. Но вот мы получили это наследство. Оно постепенно переплавилось, плохое забылось. Потери в нашем восприятии, в нашей крови, в памяти. Сгладились. И как человеку свойственно, из прошлого всегда помнят самое лучшее. А лучшее это что? Это вот победа. Многое забылось. Победа осталась с нами. Так этим наследием же надо по-хозяйски, умно, памятливо распорядиться. Вот поэтому, когда я брал невоевавший, родившийся через 10 лет после победы, думал, а какое мы право имеем вообще рассуждать, размышлять о том, о чем, казалось бы, уже было написано. А перед нами было военное поколение, которое дало такие образцы поэзии, прозы, песенного искусства, до которых, казалось бы, невозможно дотянуться. Но и не надо, как оказалось. Мы должны этим наслаждаться, должны у этого учиться. И мы наслаждались, наслаждаемся, и учились, и учимся. Но есть один нюанс. Каждое поколение, оно другое. И нужно для себя и для своих соотечественников, для тех, кто рядом, осмыслить вновь. Может быть, применяя другие мотивы, другие мелодии, повторить эти песни, родить свои, создать. Потому что уже время идет, и нужны другие слова, ритмы другие. И каждое поколение, наверное, как мне кажется, будет писать новые и новые биографии. Вот до меня уже были написаны книги, книги в серии, и изданы в серии «Жизнь замечательных людей». И о Жукове, и о Рокоссовском. Ну вот пришло время, и издательство, где-то понимая, зная мою работу, мои знания и там уровень мышления в этой, по теме войны, обратилось ко мне, заказало новые книги. И я при этом понимал, что это нужно написать. Не то, что новые факты какие-то, потому что их зачастую и нет. Но нужно осмыслить по-новому уже с расстояния другого поколения. Вернемся к теме «Битва за Москву». Обычно историки ее определили где-то конец сентября и до апреля 42-го года. Для меня я не чистый историк. Я все-таки учился, первое образование у меня филологическое. По образованию я учитель русского языка и литературы. Потом писал прозу, а потом занялся историей. Поэтому для меня в истории важна не чистая история, не голый факт, а образ, образ человека в истории. Вот так я, поэтому, может быть, в какой-то мере мне полюбился жанр биографии в истории. И это сейчас, к счастью, востребовано. Так вот, «Битва за Москву». Кто же победил в ней? Почему победили? Кто был главным созидателем победы в этой грандиозной битве? Вот об этом я и размышляю в этих книгах. Вот сегодня то, что здесь, как раз вот здесь есть две личности. Это маршал Рокоссовский в то время, генерал и командующий сперва группой генерала Рокоссовского, а потом 16-й армии и Жуков, маршал впоследствии, а в то время генерал армии, начальник генерального штаба, потом командующий группой войск на Ельнинском направлении, потом командующим Ленинградским фронтом, а потом срочно вытребованный из-под Ленинграда верховным главнокомандующим Сталином под Москву. Нельзя сказать, что они были главными творцами победы, потому что на войне каждый военный, каждый солдат, а солдатом можно назвать и рядового, который сидит в окопе, и начальника генерального штаба, и командующего фронтом, каждый солдат, как говорил Суворов, должен знать свой маневр. Вот от этого, если знает каждый солдат маневр, и складывается судьба битвы, боя конкретного, стычки. Для меня московская битва началась где-то под Могилёвым, на Ярцевских высотах на Смоленщине, то есть гораздо раньше. И поэтому я постарался в своих книгах это всё развертывать в глубину истории, потому что если брать явление буквально в исторических рамках, то читателю, возможно, будут непонятны некоторые исходы, с чего же всё складывалось, почему обстоятельства битвы складывались именно так. Но есть в истории и конкретные события, которые, конечно же, надо рассматривать в их совокупности, в их идентичности. Немцы начинали войну, рассчитывая на близкое, на быстрое продвижение в глубь. Потому что так как они покоряли страны Европы, это их окрылило, и они подумали, ну, с русскими, с Советским Союзом мы расправимся точно так же. Тем более, что у нас есть данные, что большевизм поддерживает не большинство народа, что это тоталитарный режим. Сталина народ защищать не будет. Но получили они совершенно обратное. Выросло новое поколение, которое было воспитано в духе как раз вот любви к родине, комсомольцы, потому что надо проговорить правду. Спортсмены. Они выросли романтиками, выросли... Вот та система, советская система, она очень точно угадала во многих направлениях, в том числе и в образовании. Ведь то поколение росло романтиками, росло на произведениях литературы, по сути дела, на дворянской литературе. Не убрали же из программ школьных ни Тургенева, ни Лермонтова, ни Пушкина. Всё это было вот на этой любви. А это что? Это любовь к родине. Это прекрасные образцы отношения, социальных отношений, семейных. И поэтому люди шли защищать свою землю, родину, семью, близких. Ту систему, куда ни крути. В начале октября немцы начали второе наступление, потому что близких не удался. До Москвы, до Ленинграда и Киева первым броском немцы дойти не смогли. Хотя, в общем, всё к этому было. У них приготовлено. Армия была вымуштрана, вышкалена. Имела огромный опыт войны в Польше, во Франции, Греции и других странах. Норвегии, Европы. Всё как бы получалось. Обновлена техника. Более того, было использовано большое количество трофейной техники. Вот я всегда удивлялся тому, сколько, как много было трофейного вооружения в немецкой армии. Особенно тяжёлого вооружения. Допустим, танков. До Москвы немцы шли на чешских танках. Т-38. Хороший танк, вполне. Это был средний танк, по некоторым классификациям лёгкий. Но он вполне соперничал с основной массой наших танков, наших боевых машин. Некоторые дивизии были целиком укомплектованы чешской техникой. Было стрелковое оружие тоже, производство стран Европы. Допустим, пистолеты у миномётчиков, у офицеров, у лётчиков, танкистов были польские или итальянские. В этом была проблема, конечно, потому что разность боеприпасов заставляла службы тыла больше работать. Но у них всё получалось. И тут вдруг произошло то, чего они не ожидали. Это мощное сопротивление наших войск Красной Армии на рубежах ещё до Смоленска и Смоленских рубежах. В августе 1941 года немцы вынуждены были остановиться как раз вот по линии Смоленска. И тут у Красной Армии появилась возможность выстоять. Вот впервые здесь. Впервые. Здесь уже определился где-то генералитет наш, командующий дивизиями, армиями, фронтами. Сталин начал выдвигать молодых командиров на первые роли. И тут как раз вышли Конев, Жуков, Рокоссовский. Кем был Рокоссовский до начала войны? Во-первых, он отсидел в Ленинграде в крестах почти два года под следствием. В лагерь он не попал. Был в тюрьме. Судили долго, расследовали. Но доказать его вину не удалось. И его оправдали. Суд его оправдал. И он был возвращен в войска. Он командовал одним из механизированных корпусов под Киевом в начале войны. Вступил в войну в самые первые же часы его корпус. Корпус был сильно потрепан, избит. Но и он сильно избил немецкие войска. Допустим, в его корпусе одним из дивизионов командовал очень талантливый командир Москаленко, будущий командующий одной из армий. Он командовал противотанковым дивизионом, потом бригадой. И вот этот противотанковый дивизион нашлепал немецких танков очень много на подходе к Киеву. Вот так выявлялись лучшие командиры, так, в общем-то, где-то учились воевать. Потому что подготовка к войне, но это другая тема, была все-таки не на высоте, хотя на бюджет тратился в совокупности, в общем-то, довольно большой. Но слишком поздно это все начало развертываться. Итак, Смоленский период оборонительных боев Красной Армии. Немцы тоже собирали свои силы и в конце концов они были собраны. Больше миллиона солдат, огромное количество техники, тяжелого вооружения было приготовлено для второго и окончательного броска на Москву. И он, этот бросок начался в рамках операции, которую немцы называли Тайфун. Для ее успешного завершения из-под Ленинграда даже была отведена, скрытно отведена третья танковая группа. Вначале это так называлось, потом эти первая, вторая, третья и четвертая танковые группы стали называться танковыми армиями. Силы были собраны огромные и, казалось бы, до наступления морозов и осенней непогоди немцы должны были захватить Москву. Главный центр и коммуникационный и, самое главное, в моральном и идеологическом плане здесь бы, конечно, противник одержал величайшую победу, но ее не случилось. Иногда по истории, в истории, особенно в военной публицистике, с таким либеральным оттенком проскальзывает такая мысль, ах, ну вот, не смогли немцы подойти сюда, потому что просчитались в этом и, в этом, и, самое главное, замерзли. Ну, мерзли-то и другие войска. Генерал Мороз, если он существовал, а он существовал, он же воевал против всех армий, против Красной в том числе, замерзали все. Если солдат плохо одет, не накормлен, не настроен на победу, имеет в руках плохое оружие, не обеспечен боеприпасами, то настроение ужасное, воевать не хочется, настроение пораженческое, и победы такой солдат вряд ли достигнет. Поэтому все было напряжено, все было построено так, чтобы противника к Москве не пропустить. И это произошло в конечном итоге. Сейчас издательство «Молодая гвардия» осуществляет серию сборников, вот я обращаю вас внимание на это. Сборники о героях великих битв. Уже вышел Сталинградская битва, вышел сборник битвы за Крым, еще несколько книг, и в том числе вышла вот эта книга моя, которая называется «Берлин 45». Это о героях последнего штурма в истории Великой Отечественной войны для нас и Второй мировой, по сути дела. Потом была уже атака на Прагу, но она имела уже более локальное значение, а вот штурм Берлина, да. И сейчас я только что сдал рукопись книги о героях московской битвы, она будет называться «Москва 41». Так вот, это значение, конечно, вот этих битв огромное. Отвлекаясь от темы московской, ну, хотя, в общем-то, в Москве начиналась победа, берлинское сражение, по сути дела. Мы сейчас можем представить, что что бы было, если бы мы допустили, чтобы Берлин, допустим, брали союзники, или чтобы мы вместе с ними брали Берлин, если бы они захватили хотя бы один дом, или там приблизились на километр к предместиям Берлина и штурмовали какие-то дальние позиции обвода Берлинского и взяли их, то сейчас бы они говорили, что да никаких там советских войск, никакой Красной Армии там не было, мы все это сделали сами. Но мы, к счастью, не допустили этого. после начала операции Тайфун и в ходе ее, в самых первых, случилась еще одна трагедия. Под Рославлем в районе Вязьмы и Брянске было окружено огромное количество войск. По сути дела войска трех фронтов Западного, Резервного и Брянского фронтов оказались в окружении. Выходили оттуда опять-таки как из-под Минска и Белостока разбитые, измученные, бросившие вооружение сотни тысяч пленных. Казалось бы, восстановиться невозможно. И тут, вдруг, на Можайской линии обороны уже нескольких десятков километров от Москвы войска снова останавливаются. То есть судьба послала нам, как народу, нашим дедам и прадедам, нашим отцам немыслимые испытания. То есть потеря огромного количества войск и вооружения, после которого, казалось бы, восстановиться невозможно. И снова армия останавливается. И уже ни шагу назад. Но тут произошла масса таких частных историй, о которых следует говорить, о которых я сказал в книге Москва 41. немцы пытались взять Москву в окружение, потому что фронтальной бойне они побаивались. Почему побаивались? Потому что уже многие их соединения, части и подразделения имели большой некомплект. Этот поход от Бреста до Смоленщины им стоил огромнейших потерь. И вот об этом еще в нашей историографии не очень-то и сказано. У нас представляют 41 год как катастрофу. Действительно, катастрофа была. Но благодаря вот этих сверхусилиям, огромных усилиях и нашей способности быстро восстанавливаться после удара, армия была восстановлена. и к московской битве уже к Можайску, к Туле, к Волоколамску были подведены новые части и подразделения. В том числе и отсюда вот говорят же, что сибиряки спасли Москву. Ну вот отсюда они и шли. И в том числе из Якутии. И об этом нужно говорить. И я об этом сказал в своей книге. Я привел мнение немецкого генерального штаба и их экспертов. Немецкие генералы убеждали фюрера, своего фюрера о том, что да, наш солдат лучше. Ну, хорошее нужно что-то сказать. Наш солдат лучше, наши войска более стойкие, наше оружие лучше, наш полк с легкостью расправляется с их дивизией, но на смену этой разбитой дивизии большевики очень быстро собирают новую и ставят ее позади позиции на новых рубежах. Мы разобьем и следующую дивизию, но взамен ее они поставят еще одну. и было такое резюме, что русские нечувствительны к потерям, то есть на них не действует ошеломляюще то, что они были побиты в предыдущем бою, они снова это, ну, что это нам напоминает из нашей мифологии? Птицу феникс, то есть она и в огне не горит, и в воде не тонет. русский Вань Ковстанько вот вот эти образы и они явно возвращаются к нам снова, но это уже не как историки размышляю, а еще раз говорю, а как писатель все-таки, вот как гуманитарий. Боясь фронтальной атаки, они пытаются взять Москву в клеще обходом, используя свой любимый принцип 41-го года, глубокие прорывы, танковые прорывы на заранее определенных направлениях. Направление было северное и южное. И что происходит в это время? На юге, допустим, справа налево. А в это время Тула, тульские рабочие, говорят, когда город начинают готовить, эвакуировать заводы и готовить к сдаче, тульские рабочие говорят, мы город сдавать не будем, мы из города уходить не собираемся, мы будем оборонять его до конца. И вот первым ополчением настоящим было еще до московского ополчения, тульское ополчение. В город приходят войска, которые, казалось бы, разбиты или поля разбитой из-под Белева, из-под Брянска, они наводняют город. Из этой массы, казалось бы, из хаоса бегущего выделяются командиры. Один из них подполковник Кравченко, понимая, что в городе хаос, но настроение людей совершенно иное, отправляются на станцию со своими офицерами и говорит, так, грузятся зенитки. Он сказал, снять их с платформы и поставить вдоль Адовийского шоссе, по которому, возможно, не сегодня-завтра пойдут немецкие танки, они будут ходить по дорогам. Ему пытаются перечить командир зенитной батареи. Он говорит, что зенитки не должны стрелять по танкам. У меня приказ, я оборонял здесь военные объекты, заводы, и теперь и теперь эвакуируюсь вместе со всеми. Тогда Кравченкова выхватывает пистолет и приказывает его под угрозой оружия. И зенитки вскоре встают на этих направлениях. вот так достигалась победа. На севере стояла 16-я армия генерала Рокоссовского. Это любимец, любимец наших солдат, любимец нашего народа. Рокоссовский стал маршалом, командующим 2-м Белорусским фронтом. Жуков стоял в центре. Вот в самый трудный момент, когда немецкие танки уже прорвались из-под Рославля, 2-го числа октября, 6-го уже захватили Калугу и шли к Серпухову. Это центр Западного фронта. Симферопольское шоссе и Курское железная дорога. В это время они бомбят уже Москву, бомбят другие города, объекты, но ни одной бомбы не упало ни на мосты Симферопольского шоссе, ни на железные мосты Курской железной дороги. То есть немцы определили уже, что Серпухов мы захватим легко, дальше Подольск и уже помчимся по рельсам на Москву в центре войск почти нет. Как была восстановлена оборона в центре? Казалось бы, в первые дни, это середина октября, на километр фронта было два красноармейца с винтовками и одно орудие при двух снарядах суточного расхода. Ну, казалось бы, невозможно, невозможно остановить. Но командиры лавировали так, что снимали людей и вооружение с неатакованных участков, группировали их возле дорог, и как только немцы пытались пройти, они выбивали два-три танка, жгли их, у тех было настроение, они были чувствительны к потерям, в отличие от нас, и они быстро отходили назад и искали другое направление. А время шло, а в это время из тыла шли сибирские полки и дивизии. Вот, казалось бы, ну, чуть-чуть, если бы дрогнул где-то на каком-то участке один взвод стрелковый, была смята одна рота, и потом бы в этот прорыв, конечно же, немцы быстро, учитывая их мобильность, ввели бы новые свои резервные подразделения, и все, судьба Москвы была решена. Не случилось этого, не произошло, потому что в это время из-под Ленинграда приехал по требованию верховного главнокомандующего Жуков, он возглавил Западный фронт. Калининский фронт, это северное крыло Западного фронта, возглавил генерал Конев, который до этого командовал Западным фронтом и был, по сути дело разбит. Но Ставка, понимая, что это не его вина, потому что совершенно перед немецким наступлением он сообщал, что мы не удержимся под Вязьмой, что позиции наши не крепки, надо отходить на Можайскую линию. Ему сказали, нет, держи войска там, где мы тебе приказали. Ну и вот результат был такой. Ставка, понимая, что это отчасти их ошибка, в общем, разделила вину за то, что произошло, и уже не были, головы не полетели, как это произошло под Минском, когда были расстреляны весь штаб Западного фронта. У нас иногда говорят, вот спрашиваешь, ну слушайте, ну как же все-таки, почему удержались под Москвой? И часто говорят, ну вот дух, мы были сильны духом, еще чем-то, ну дух, дух, а вот все-таки как же это произошло? Потому что если не имеешь ни патронов, ни солдат, вовремя не покормили, не одели их, зима наступила, то как, вот какой тут дух будет? Дух упадет. А победили тем, что армия, вермахт, подошедшая к Москве, была уже не той. Она уже была выбита. А поэтому в нашей историографии отсутствует очень важный момент. Летние бои 41-го года. Там-то как раз надорвали немецкую армию. Ну вот, пожалуй, все, что сегодня я смог вам за это время рассказать о Московской битве и то, что меня волнует и о чем я пытаюсь размышлять в своих книгах. Итак, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием постараюсь на них ответить. Ваше мнение или отношение к пакту Риббентропа и Молотова, то есть о договоре ненападения СССР с Германией. Мы отметили 80-летие этого договора. Была озвучена позиция Министерства иностранных дел России по этому поводу. Дело в том, что перед началом войны, понимая тот факт, что мы не совсем готовы, что механизированные корпуса еще не доформированы, а те, которые были сформированы формально, то есть заполнены людьми, не были обеспечены вооружением, нужно было всячески оттягивать начало войны. И вот когда нам рассказывают о том, что Сталин не верил, Сталин не понимал, все он понимал. Он понимал, что военным не нужно давать повода, чтобы у них лопнули нервы, и они не начали первыми стрелять по войскам, которые были сосредоточены у советской границы. А это могло произойти. И тогда бы у нас союзников не было в этой войне. А это страшно остаться одному. Гитлер проиграл как раз потому, что остался один. Поэтому этот пакт был подписан, но никто в него не верил. Ни немцы, ни наши. Все понимали, что это фикция. Но ее в чисто дипломатических целях нужно было подписать. И время было выиграно, в общем-то. И я думаю, что это сохранило тысячи, сотни тысяч жизней. Многие якутяне жили в изоляции от всего мира. Они не видели больших городов, как Москва. Как они осваивались во время войны? Война ведь это не в метро кататься. Я тоже приехал, помню, первый раз в Москву и мне было страшно в метро вступить на эскалатор. Поэтому они были такими же солдатами, как и все. А в солдатской семье быстро все осваивают. Если чего-то не знаешь, тебе покажут. Не умеешь, научат. Поэтому якутяне, так же, как и русские, как украинцы, и как татары, башкиры, марийцы, быстро это все осваивали. В обороне они были такие же стойкие, а может быть, более стойкие, потому что морозы еще не боялись, умели ориентироваться и согреться в каких-то полевых условиях. А когда наступали, их ведь вначале перед тем, как войти в город, учили, солдата, учили тонкостям, премудростям и особенностям боя, в населенном пункте или в крупном городе. Поэтому они очень быстро постигали это все. Я понимаю, что был языковой барьер, очень существенный. И на первых порах он как раз работал против якутян. Но потом им начали давать офицеров, младших офицеров, лейтенантов, русских. А к ним якутян сержантами стали, которые знали более-менее русский язык. они были переводчиками. Поэтому в условиях боя они быстро дублировали команды и все шло так, как нужно. По нашим данным, около пяти тысяч якутян погибли под Москвой. Правдивы ли эти цифры? Я сейчас не могу их подтвердить или опровергнуть, потому что такой статистикой я не занимался, честно скажу. Но, понимаете, для якутян это много. В масштабах битвы за Москву это скромно. Но тут нельзя оценивать много или мало, потому что вы представьте себе, когда семья теряет родного человека, то весь мир меркнет. То есть для них большей потери нет. Поэтому каждый солдат был ценностью для командира, для армии, а для армии это была потеря. Вам известно о судьбе якутян, которые дошли до Берлина. Вот, например, есть у нас Феодосий Семенович Донской, который на Рейхстаге подписался. Я из Якутии. Вот, к сожалению, этот факт мне не попался, потому что обо всех и написать-то невозможно. И я здесь в этот сборник вошли истории нескольких героев, но в них как бы в совокупности этот подвиг я постарался отразить. Но в книге Москва, о Москве, о Якутианах я написал, упомянул. А вот теперь новая книга, над которой я начинаю работать, это о Курской битве 43-й год, войдет отдельной главой очерк о вашем земляке, о снайпере Кульбертинове. Это мне весьма любопытно, и об этом я думаю сейчас, а потом, может быть, напишу. Но материал надо медленно собирать. Спасибо. Считайте книги о войне. Кульбертинове. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...